Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в студии с вами я, Дмитрий Владихин, и у нас гость Юрий Котинок, глава пиар-отдела Российского Института Стратегических Исследований. Здравствуйте! Мы поговорим о том, что происходит сейчас на фронтах борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Прежде всего, мы сегодня будем обсуждать две больших осады, которые идут в разных регионах Ближнего Востока. одна, которая ведется в частности и с помощью России, российских военных специалистов, российской военной техники, российского военно-морского флота, это Алеппо. И там можно, наверное, надеяться, что прибытие корабельной авианосной группы во главе с крейсером Адмирал Кузнецов внесет существенные изменения в расстановку сил. Собственно, боевые действия уже начались, и надо сказать, что они ведутся и силами морской авиации с палубы этого авианосного крейсера, а также и ракетами с палубы фрегата Адмирал Григорович, новейшего российского боевого корабля, только что вступившего в строй на Черноморском флоте. С другой стороны, ведутся также активные боевые действия и под Масулом, там, где коалиция сил, которые сплотились под знаменами и при главенствовании Соединенных Штатов, старается выдавить боевиков ИГИЛ из этого колоссального города, фактически одной из неформальных столиц Ближневосточного региона. Ну вот, Юрий, прежде всего хотел бы спросить, собственно, как идут дела под Масулом? За этим городом сейчас наблюдает весь мир, и до предвыборной кампании в Соединенных Штатах обещали, что выжмут боевиков из этого города достаточно быстро, и, видимо, что-то идет не так. Ну, видимо, что-то идет не так. Единственный момент заключается в том, что быстрое взятие Масула, то есть победа над ИГИЛ в этом регионе, эту быструю победу никто не обещал. То есть были различные экспертные оценки о том, что это может затянуться на долгое время, кто-то предрекал более стремительное действие сил коалиции, но, тем не менее, факт остается фактом, что выбить ИГИЛ оттуда с укрепленных позиций, с городской застройки, там, где боевики растворяются среди мирного населения. Это дело чрезвычайно сложное, если, не сказать, невозможное. Хотя, хотя, давайте посмотрим на расклад. Преимущество практически достигает 1 к 7, 1 до 1 к 9. Это наступающих сил коалиция и непосредственно тех структур, сил террористических формирований, которые обороняют Масул. Я напомню, что в составе наступающих войск действует открытое подразделение спецназа стран Запада. Там курдские формирования, там шиитское ополчение, вооруженные силы Ирака. И, в общем-то, весь этот кровавый винегрет продолжается, но особых успехов пока нет. Недавно я ознакомился с кадрами, которые распространяли сами боевики из района Масула. В частности, в одном из кварталов пригорода была отбита атака сил коалиции и, в общем-то, сожженная бронетехника. Игитлсы собирают трофейное стрелковое оружие, собирают какие-то личные вещи убитых солдат. Это специальное подразделение иракских десантников, судя по эмблемам, по знакам отличия. В общем-то, там действительно продвижения нет. И с одной из сторон на Масул наступают силы курдов иракских. И, несмотря на, так сказать, обещанные авансы, курды закрепляются, они держат свой участок, свой сектор, свой фронт, если можно так выразиться. Но, вы знаете, по некоторым данным, в общем-то, совершенно они не желают быть той вот пехотой впереди, штурмующей, тем пушечным мясом, выполнять ту роль, которую, может быть, и отводили. Поэтому здесь встает вопрос, когда и кто будет брать Масул. Он по-прежнему актуален. В сущности, вы намекаете на то, что курдов привлекли к этой масштабной операции, поскольку на будущее им нарисовали, очевидно, из Вашингтона, перспективу образования на Ближнем Востоке собственного государства. Это значит откусывание кусочков от иракской территории, в худшем случае, от сирийской территории, и даже, возможно, от территории турецкой. То есть тех трех государств, на землях которых сейчас проживают массово курды. И тем не менее, вот вы говорите, что несмотря на столь радужные планы, воевать под Масулом курды не очень хотят, и, в общем, не проявляют какого-то необыкновенного натиска и необыкновенной энергии в наступлении. Не совсем так, я все-таки скорректирую. Курды воюют очень хорошо. Более того, из всех вооруженных формирований, действующих на этом участке Большой Ближневосточной войны, как раз именно курские формирования являются наиболее боеспособными, поскольку там фактически всеобщая мобилизация, это пешмерга, вот эти отряды, да, где воюют женщины, где, в общем-то, у них большой опыт боевых действий. Но, но, я повторю, что курды не хотят быть именно инструментом для решения геополитических задач. При всем при этом, иракские курды уже фактически имеют свою государственность. Они прекрасно себя там чувствуют. У них есть все инструменты, в общем-то, в своей государстве, в своей органной власти, в своей вооруженной формировании. Ну, разве что валюта. Ну, мы знаем сейчас этот вопрос, что не столь принципиальный. Это только ИГИЛ пытался ввести свой золотой динар, но из этого ничего не вышло. Здесь, почему, почему сейчас тормозится штурм Масула? Посмотрите, какое количество применяется авиация и артиллерия. Это действительно огромное. Даже по сообщениям наших корреспондентов, в том числе российских, там находятся, например, журналисты Комсомольской правды, там, Коца Стешин, да, они передают, что там тесно в воздухе от самолетов. На самом деле, силы коалиции ведут серьезное огневое поражение, и причем там совершенно неизбирательный огонь, поскольку применяется по жилым кварталам. В общем-то, и вакуумные боеприпасы, и так далее, и так далее. Насколько это помогает, другой вопрос, потому что ИГИЛ и аффилированные с ним террористические группировки, они как раз отличаются тем, что они глубоко взрываются в землю, они активно используют различные подземные коммуникации, и это позволяет им уходить от возмездия. Ну, так вот, но со стороны коалиции применяется массированная авиация, и массированно применяется артиллерия. Мы знаем, что под Москву действует активно французская наземная артиллерия, американская, это все море огня. Зачем и как, и что? Я напомню, американская тактика, собственно, она также специфическая действия на земле. То есть, американцы никогда не идут в атаку, не имея, так сказать, уже огневой обработки, эти позиции противника. Уже когда будут достигнуты результаты, когда будут развалены, когда сопротивление в виде огневых точек редких противника будет подавлено, тогда они зачищают с флангов эти позиции противника. Ну, так вот, массивное применение авиации и артиллерии, а за этим фактического продвижения нет. Зачем это делается? План совершенно очевиден. Желание выдавить всю огромную массу террористов в направлении Сирии. Грубо говоря, в западном направлении, туда-туда ближе к Ракке, как Раскалеппо. И одна из дорог, как раз ведущая в западном направлении, до сих пор не перехвачена, в то время как остальные дороги силами коалиции перекрыты. Безусловно. То есть, вы понимаете, создание котла совершенно явным участком, по которому можно проходить. И, кстати говоря, здесь и совершенно очевидна активизация действий сил ВКС России на этом направлении, потому что наши силы как раз будут способствовать тому, чтобы перекрывать этот канал перетекания всех этих террористических формирований с территории Ирака на территорию Сирии. Потому что, безусловно, это серьезная подпитка. Но в этом, опять же, нет ничего нового. Нужно понимать, что границ, как таково, между Ираком и Сирией не существует. И вот эти огромные массы вооруженных людей, они имеют возможность свободно перемещаться через, из одного участка иракского, скажем, на сирийскую территорию, уже достаточно давно, ну, не менее пяти лет. Ну, просто дорога посреди пустыни, фактически. Да, да. Дорога посреди пустыни, неконтролируемые коммуникации, в общем-то, которые можно так вот теоретически перекрыть с воздуха. Ну, и, возвращаясь к курдскому фактору, очевидно, массу курдам ни в коем случае не достанется. Они, очевидно, не хотят быть разменной монетой, они хотят быть самостоятельным игроком. Поэтому, видимо, терять при штурме Масула обильно эту свою пешмергу они не захотят. Есть, кроме и курдского вопроса, здесь еще вопрос Турции. Поскольку, несмотря на то, что Турция все-таки находится несколько вдалеке, но Турция претендует на эти участки, и участки, которые близки к Масулу. Это еще один игрок, который, безусловно, и вмешивается, и будет еще более вмешиваться в текущие события. Но здесь нужно прекрасно понимать, что у Турции отношение к иракским курдам, к их образованию государственного, совершенно несколько иное, чем к курдам сирийским. Здесь тоже есть свои нюансы. Потому что совершенно явно, что турки входят в отношения с курдскими формированиями на территории Ирака. В той или иной степени они взаимодействуются, происходит какой-то обмен информации. А что касается подразделениями курдов, которые действуют на территории Сирии... Ну, это открытые соперники. Это война, это подавление огневой и так далее. То есть, очень серьезный вопрос. Ну что ж, теперь давайте перейдем к тому, что происходит в регионе Алеппо и близлежащих территорий. Как Вы охарактеризуете положение, ну, собственно, не в последние дни, а, скажем, в кампанию, которая началась после окружения восточных районов Алеппо? Вы знаете, плохое положение. Никогда нельзя оценивать положительно те моменты, когда уже на протяжении очень долгого времени идет перманентная война. Я ловлю себя на мысли, смотрите, мы все можем руководствоваться теми кадрами СМИ, которые постоянно озвучиваются, которые демонстрируются по телеканалам. Я поймал себя на мысли, что Алеппо превратился в Донбасс. То есть, потому что гуманитарная пауза, которую взяли наши вооруженно-космические силы, при всем при этом сирийцы закрепились в ключевых участках, создав котел для бандформирования в этом городе. Но все эти исламские террористы продолжают наносить удары по мирному населению. Каждый день мы видим сообщения о разбитых школах, о каких-то пораженных структурах социального сектора, большие потери среди мирного населения. Боевики блокируют реальное существование этих коридоров, продвижение людей, выход людей, блокируют и раздачу гуманитарной помощи. Поэтому положение плохое. Почти месяц Россия не наносит ударов непосредственно по городскому кварталу. Но сейчас с активизацией авианесущей ударной группировки во главе с адмиралом Кузнецовым наши воздушные силы активизировали свои действия в провинции Алеппо, обрабатывают подступы. И в других традиционных провинциях, где война не прекращается, где пауз нет, это Идлип, это Холмс и так далее. — Ну, возникает вопрос, собственно, предполагается ли когда-либо провести штурм восточного Алеппо такой же, какой сейчас нарастает в пригородах Масулы? — Вы знаете, да, вот вопрос такой действительно возникает. Мы не будем гадать на кофейной гуще. Сирийская армия перегруппирует силы, подтягивает новые. Но здесь есть одно существенное отличие. Те силы, которые собраны, на мой взгляд, для взятия Масулы, они куда более существенны, чем, скажем, сирийская армия. Хотя Сирию поддерживают и подразделения Хезбаллы, и там иранские силы корпуса Стражей Исламской революции. Но все равно, в общем-то, бои за Алеппо могут иметь затяжной характер. На мой взгляд, тактика сирийцев будет складываться по шаговому продвижению, занятие ключевых высот, кварталов. В общем, действовать они будут так, как и действовали, при активной поддержке российской авиации. Но здесь опять один важный момент, потому что наша группировка, по большому счету, свою задачу в Сирии уже выполнила. Она не дала пасть правительству Асада, и она прикрыла ключевые коммуникации, что позволило разгромить ряд формирований на участках, где сосредоточивались боевики между Алеппо, скажем так, и Дамаском, если брать глобально эту карту. Ну вот мне все-таки хотелось бы погадать на кофейне гуще, хотя бы умеренно и ограниченно. Из того, что вы говорите, следует следующее. Можно сделать следующие выводы. Сирийцы в восточном Алеппо не собираются носить какой-то решающий сокрушительный удар. Они будут, то, что называется емким русским словом, отжимать отдельные кварталы, отдельные жилые массивы, отдельные жилые массивы, ключевые здания, и при этом не столько расходовать своих людей на какие-то решительные атаки, сколько постепенно, понемногу вбивать к линии в уязвимые точки, может быть, разделять окруженную группировку на какие-то отдельные фрагменты, и как поступает анаконда со своей добычей, с каким-нибудь маленьким зверьком, накидывать кольца и душить. До какой степени это эффективно, до какой степени это лучше, чем то, что происходит в районе Масула? Дело все в том, что то, что вы говорите, этот план боевых действий в городских условиях, это единственный приемлемый возможный план. Альтернатива действиям Масуля, это заход туда, каких-то клиниев штурмовых групп сил коалиции, этого иракского спецназа, их разгром, уже несколько раз откатывались назад силы штурмующих под Масулом, это большие потери. Они обнародованы потихонечку по крупицам, горит бронетехника, игиловцы поражают Абрамсек, поражают бронемашины, хаммеры, в общем-то, еще один момент. Шахид автомобиля, да? Да, принципиальный, не только шахид автомобиля, мы видим его, прекрасное противотанковое оружие, причем используется как и комплексы советского, дробь российского производства. Так и американское. И по корне, так и американское, совершенно точно, это ТОУ и так далее, другие, противотанковая ракетная система. И особенно... Кабельное минирование. Да, 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 но особенно это, конечно, шахид мобиля, потому что это действительно носит массовый характер, подрыв, мы все видим, то есть, опять же, это данные открытые. Что касается Алеппо, то та тактика, о которой вы говорите, это единственная, единственно приемлемая тактика, которая, как показывает весь опыт боевых действий, не только на участке, непосредственно этом, не только под Дамаском в регионе, ну, например, и боевые действия на Кавказе во время наших сеченских кампаний, городских условиях, штурм Грозного и так далее, и так далее. То есть, война в городе, это специфика, это унесение огневого поражения противнику, это рассечение его поквартально, занятие опорных пунктов, зачистка территории, это классика войны, и здесь не какие-то такие резкие действия, понимаете, колонны какие-то, кинжальные, это все, конечно, замечательно, это все чревато тем, что технику будет жечь в городе и стрелять в спину. А я повторюсь, что ИГИЛ и другие структуры, они съели собаку на этой войне, они знают, как заходить, как устраивать огневые мешки, как устраивать засады, и это серьезно, это надолго и всерьез, то, что происходит в Сирии. Но меня беспокоит другое здесь. Сейчас, сейчас, мы этот момент закончим. То, что вы говорите относительно Масула, вызывает следующую картинку. Американцы хотели бы зайти в Масул с шиком, с громом, с огнем, решительным ударом, малой кровью на чужой земле, в большей степени положив своих союзников, ну, в общем, и своих не особенно жалея, но в любом случае так, чтобы это напоминало прихлопывание мухи, мухобойкой, да? Что касается наших и сирийцев, то они тоже уже собаку съели на этой войне, и они видят то, что все это планы, которые, скорее всего, приведут к пшику и тяжелым потерям. Поэтому просто происходит то, что и надо делать, но только медленно. Вопрос весь в том, чем все это закончится. Вот ваши прогнозы относительно Алеппы и относительно Масула. Давайте сначала с Масулом, с этим многострадальным разберемся, уже он прям набил в скомину. Масул будет взят, безусловно. Вопрос времени. Вопрос времени и политической конъюнктуры, потому что сейчас даже некоторая пауза, она была связана не только непосредственно с контратаками ИГИЛ и с какими-то, может быть, неправильными или правильными действиями командования коллекционной группировки, которая штурмует Масул. Здесь же совпало все это с выборной кампанией в США, с какими-то заявлениями Трампа. Хотя остается вот этот зазор времени до инаугурации Трампа, потому что сейчас фактическое руководство осуществляет администрация Обамы. Вот этот временной отрезок, как себя будут вести силы коалиции, как будут действовать американцы, какие они потянут, дополнительные средства выделят для того, чтобы нанести поражение противнику. И вообще, как будет переформатирована сама задача, возружение флага какого над Масулом и так далее, и так далее. Это вопрос, это все буквально решается на наших глазах, это все мы увидим. Что касается Алеппо, что касается Сирии, вы знаете, я с тревогой смотрю на нынешнюю ситуацию в Сирии, с большой тревогой, потому что, повторюсь, наша группировка, наши воздушно-космические силы задачу свою выполнили, поскольку действительно помогли и спасли Сирию в самый тяжелый период. Но посмотрите, что происходит. Даже в этот момент Сирия продолжает фрагментироваться, продолжает раздираться на куски. Фактически уже огромные части территории отторгнуты. Надо называть вещи своими именами. И причем не только теми самими игроками, которые у всех на устах. Сейчас мало кто говорит о том, что с территории Израиля постоянно заходят именно группировки исламских, так называемых, инсургентов, различных формирований. Может, это не непосредственно ИГИЛ, но это какие-то другие там пруд-прудие эти названия, не имеет смысла перечислять. Они заходят в сопредельную израильскую территорию, голландские высоты. Это земля, которая всегда была болью отношения Сирии и Израиля. Часть этой территории аннексирована Израилем нарушение всех международных норм и конвенции. Все это агрессия продолжается. Затем в север мы смотрим. Фактически идет отторжение создания курдского анклава. Никто каким-то образом не корректирует эти действия с Дамаском. Затем Турция. Отдельный игрок, отдельная поддержка туркоманов и других племен. Фактически контроль над достаточно серьезным участком на сирийско-турецкой границе. Ну и самая главная проблема – это огромная часть сунистского населения Сирии, значительный сегмент из которого подвержен обработке и правительство Масада на него взирают весьма неблагосклонно. Все эти реалии надо учитывать. И все это говорит о том, что противостояние в Сирии будет продолжаться. Несмотря на правильную политику, на правильные действия и сирийской армии, я имею в виду с военной точки зрения, и огромную поддержку, которую оказывает наша группировка, мы знаем, что заключается с каждым населенным пунктом договор о неприменении огня, о нейтралитете, о приверженности к миру. Там уже список этих населенных пунктов уже исчисляется несколькими сотнями. Но, тем не менее, война продолжается. И основные коммуникации также подвергаются непосредственным ударам. И посмотрите, да, в Дарае, наконец-то, под Дамаском, непосредственно в припаде Дамаска разобрались, вроде бы, с этой группировкой. Это огромный, фактически, город, который был захвачен боевиками. Но таких вот анклавов, которые окружают Дамаск, их еще несколько. И, к сожалению, там еще проблема с их, в общем-то, очисткой от различного банд-элемента, которого развелось там достаточно... Ну, а то, что касается непосредственно Алеппо? Алеппо, я, опять же, не хочу давать прогнозы. Я думаю, что речь идет о месяцах. Хотя, в общем-то, сейчас уже появился ряд экспертов, которые говорят, давайте мы будем заключать Париж, что Алеппо будет взят быстрее, чем Масул. Вы знаете, я не буду... Не имеет смысла, собственно. То есть, взяты будут и Алеппо, и Масул, и то, и другое, вопрос времени. Вопрос времени. Там еще развивается наступление на Раку, это также лакомый кусок. И кто возьмет этот город, который является второй столицей, да, как бы, ИГИЛ, Рака? Это тоже вопрос. А Рака, я напомню, ну, если приблизительно, это город, который все-таки находится восточный, скажем так, и на той самой коммуникации, которая связывает бан структуры на территории Сирии, на территории Рака. Ну что ж, если я правильно понял ваши слова, это значит, что у правительственного режима Башара Асада есть шанс уцелеть, достаточно серьезный, но ему предстоит долгая борьба, скорее всего, исчисляющаяся не месяцами, а годами. И в случае, если ему удастся решить эту задачу, задачу выживания, скорее всего, контроль, установленный над территорией Сирии, будет неполным. Во всяком случае, значительная часть областей Сирии может к тому моменту отвалиться в пользу других государств, там, какого-нибудь новообразованного Курдистана, или, может быть, Турции, или, не дай бог, вообще отвалится в пользу Израиля. Ну, примерно так. В общем-то, это велика вероятность того, что вы говорите. Единственный вопрос, посмотрите, в то время, когда Конгресс США принимает новые санкции в отношении Сирии и ее союзников, которые способствуют насилию, кажется, такая формулировка, в это время Трамп заявляет о том, что смещение Асада не является обязательным. Другими словами, расчет делается на то, что, ну, пусть Асад, хорошо, мы не трогаем его, но при всем при этом мы исходим из реальности. Политика – это искусство возможного, республиканцы – это большие реалисты, и то самое реальное отторжение контроля на территории Мессирии становится уже естественным, к сожалению, правдой. Скажем так, придется, видимо, чем-то пожертвовать за выживание, но выживание по-прежнему то, что осуществимо. Да, именно так. Ну что ж, политика действительно искусства реального. Может быть, это, скажем так, лучшее из возможного. Хотя, конечно, это лучшее из возможного, еще надо завоевать, и существует масса гораздо более печальных вариантов и для Сирии, и, в общем-то, для России, как для державы, у которой есть свой политический интерес на Ближнем Востоке. И я полагаю, правильно будет, честно сказать, что для нас это и сейчас важно, и в ближайшие годы будет важно. И поэтому наши усилия в этом регионе, в том числе военные, экономические, политические, наши потери там, они нужны, небессмысленны. И продолжать поддерживать позицию твердой воли к борьбе за Ближний Восток, за интересы своих союзников на Ближнем Востоке нам так или иначе придется. Безусловно, это так. Большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии был Юрий Котинок, глава пиар-службы Российского института стратегических исследований. Благодарю вас за внимание. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...